Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, вот я, кстати, вот по этому поводу, вот я считаю, что если мы выбрали татарскую школу, то мы должны знать язык... Не знали, куда шли... Да... А по поводу знания татарского языка, это вообще даже не барьер нисколько, это наоборот плюс, если ребенок будет дополнительно знать еще татарский язык... Раз, два, три, улыбаемся сильно, раз... Школа «Яктылык» сегодня входит в список 100 лучших школ России. Проделана огромная работа. Основную нагрузку по возведению школы тогда, в 97-м, взял на себя, конечно, бюджет области. Но изначально было ясно, что без меценатов, благотворителей дело не пойдет. Компания самарского предпринимателя Вазыха Мухамедшина, например, вложила сюда не менее 10 миллионов рублей. Это по самым грубым прикидкам, ведь денег тогда никто и не считал. Ну, в общем, пока сами не сделаете, никто за вас это не сделает, конечно. Надеяться на бюджет, и когда нам выделят, это может сдать 100 лет. Поэтому надо толкать. Мы этим занимаемся активно. Мы, конечно, все попривыкли, что образование нынче не бесплатное, и за все надо платить. Но в этой привлекательной школе родительские средства привлекать не привыкли. Потому что есть вот такие люди. К сожалению, как в начале 20 века строить за свои деньги мактаби, школы, содержать учителей, покупать парты и все остальное, таких мощных предпринимателей, наверное, все-таки нет. Ильяс Шакуров, председатель местного общества татарской культуры, известный самарский предприниматель. Не владелец нефтяной компании или золотых приисков. Простой трудяга, которому деньги с неба не падают. Но огромную часть доходов он несет сюда. И вот почему. Надеяться, что дети татар, родившиеся в Самаре, только благодаря семье и каналам ТНВ, ТНВ «Планета» и редким татарским мероприятиям вырастут татарами, но это просто не отдавать себе отчет в реалиях и быть очень-очень наивным, преступным, наивным по отношению к своему народу, к своим корням, к своей нации. Потому что, действительно, когда многие взрослые говорят, мы татарин, я татарин, я татарка, у меня бабушка татарка, у меня дедушка татарка, прабабушка, прадедушка, волей-неволей в голову приходит мысль, хорошо, вот вы-то можете об этом сказать? А ваши внуки захотят так говорить, что их дедушка, прадедушка татары, татарки? Вы только послушайте, какая мысль. Назвать себя татарином, русским, утбуртом, мордвином, может не тот, кто имеет таковых предков, лишь тот, кто намерен иметь таковых потомков. У Ильяса Шакурова они уже есть, но думает он еще, как минимум, о 500 семьях. Лучшие ученики и учителя этой школы получают стипендию по 100 тысяч рублей. Из его рук. Олимпиады, транспорт, премии, подарки, все это тоже он. Цифру расходов он не назовет, он ее не знает. Материального ему не надо. Знаете, я думаю, что, наверное, у любого спонсора, ну, в данном случае спонсорстве речь не идет, потому что мы никаких дивидендов, ни я, ни моя семья не ожидаем и не рассчитываем и не планируем. Речь все-таки действительно здесь идет, как мы с вами уже говорили, о меценатстве. И, наверное, если бы семья знала весь объем этого меценатства, может быть, даже им что-то не понравилось бы. Но это вот как мулы, как и мамы говорят, а вы не говорите всем обо всем. Пусть что-то вот там держите про себя, держите для Всевышнего, держите для себя в старости. Впереди у Ильяса Шакурова из «Подвижников» новые горизонты. Помните, мы говорили, 50 тысяч татар только в Самаре, а школа с татарским одна. Еще на одну денег пока нет, но есть выход. Мы с вами находимся сейчас на крыше этой во всех отношениях привлекательной школы. И вот представьте себе, каждый день, много лет подряд, ученики, учителя, директор школы из окон этого здания смотрят на вот это здание, которое здесь прямо напротив. И оно не менее привлекательно для них. Почему? Потому что это бывшее здание ресурсного центра, бывшее здание вечерней школы. И вроде бы сейчас уже есть такая договоренность, что за счет этого здания можно расширить и эту школу. А это еще 200-250 ученических мест. Ну, конечно, это капля в море. Но, как говорят китайцы, большие реки состоят из маленьких притоков. Найдется здесь работа и для меценатов, конечно. Ну, конечно же, без помощи тяжело такое дело большое сдвинуть с места. Поэтому у нас много людей, которые нам помогают. Ну, в общем, вы уверены, что людей найти удастся вам? Людей ответственных все-таки за наш оборудование? Конечно же, конечно, однозначно. Мы уверены, что у нас все получится. И школа у нас расширится. И желающих мы еще больше сможем поместить. Вода, говорят, камень точит. Работы этим неравнодушным людям хватит на несколько жизней. И все это не ради домика в раю и не ради публичности. Есть еще в сердцах у людей высокие идеалы. Ни один пассажир «Титаника» и ни одна каюта отдельно, ни одна палуба отдельно не спаслись. Поэтому нам ничего другого, как управлять, влезать, пытаться остойчиво стучаться, гонять дверь, лезть в окно, пытаться участвовать в управлении российским государством с учетом интересов татарского народа, татарской нации, у нас другого выхода нет. Михаил Любимов и Роман Безменов. Семь дней.